Я иду к врачу на этой неделе, и я чувствую, что поправилась. Поправилась? А с какого времени? Когда ты последний раз набирала вес? Давно? Пару месяцев назад. Несколько месяцев назад я внезапно получила плохую новость. Узнала, что у меня преддиабетное состояние. Это пошатнуло мою уверенность в себе, я испугалась. Вместо того, чтобы начать действовать, я старалась всеми способами отгородиться от этой проблемы. Но ведь такое поведение противоречит здравому смыслу. Узнав о проблеме, люди пытаются решить её сразу же, но я ничего не предприняла. Не думаю, что я уж так сильно себе навредила, но я не предприняла меры, которые должна была бы предпринять. Мой секрет – физические нагрузки. Пробежки 100-150 километров в неделю. Это из-за синдрома вечно голодный. У меня поликистоз, у тебя переедание. Да, люди обычно спрашивают, от кого убегаешь. А я отвечаю, от синдрома вечно голодный. Лосось на гриле. Спасибо, выглядит замечательно. Да, здорово. И сэндвич со свининой. Спасибо. Приятного аппетита. Если вдруг вам что-нибудь понадобится, зовите. Да, спасибо. Приятного аппетита. Наверное, у Итни очень тяжело иметь меня в качестве лучшего друга, потому что я ем до отвала. Картошечка очень вкусная, и соус просто идеальный. Выглядит очень вкусно. И ломтики большие. Если я не закажу картошку фри, то ужин не удался. Попробуешь? Нет. Твой любимый соус. Дай я только понюхаю. Уитни знает мои привычки в еде еще с юности. Она знает, кто я, и потому ничему не удивляется, и не думает, что я заказываю что-то ей назло, потому что мне это можно, а ей нельзя. Попробуй кусочек. Нет. Потому что если я съем одно, мне сразу же захочется вторую. Откуси кусочек, быстро прожуй, проглоти, и тут же заешь лососем. Так ты ничего не заметишь, и съешь всего пять лишних калорий. Максимум.